так доброе утро дорогие друзья всем доброе добрейшее утро и мы продолжаем изучать тору продолжаем вместе изучать тору и сегодня у нас 21 тамуза это так называется еврейский месяц тамуз и турецкий месяц июль называется тоже тамуз что для меня загадка этого месяца да вернее вот так прям удивительно что оказывается есть большая связь между турцией и израилем через название трех месяцев три месяца называется одинаково хорошо теперь значит сегодня в книге о йом-йом мы изучаем в книге о йом-йом мы изучаем следующий отрывок значит мы находимся сейчас во времени которое называется беном и царим между тиснин значит это это 21 день 21 день когда мы находимся между тиснин считается что это самые плохие 21 день в году для еврейского народа именно для народа израиля все самые большие неприятности которые случались народом израиля случались именно в эти три недели пиком является окончание этих трех недель 9 ава и мы постепенно входим вот прямо идет ухудшение 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 потом 9 ава и потом 15 ава идет прям подъем духовный подъем очень праздничный веселый день значит 21 день уже прошло четыре дня не знаю заметили вы или нет в это время уменьшают в радости да вот если взять если взять как бы общую общее направление что мы делаем в этот 21 день в этот 21 день мы уменьшаем в радости но мы как как уменьшаем радости мы уменьшаем в такой вот открытой радости мы как сказать вот направление тогда почему мы уменьшаем Вот, например, 9 Ава был разрушен и первый Иерусалимский храм, и второй Иерусалимский храм. 9 Ава разведчики, которые пришли из земли Израиля, когда Машарамин отправил, вот первый приход был в землю Израиля из Едипта, да, когда. И разведчики вернулись 9 Ава и сказали клевету на землю Израиля. Народ Израиля всю ночь плакал, и Всевышний сказал, из-за того, что вы сейчас плакали просто так, у вас всегда будут теперь причины плакать в этот день. И действительно, вот первый храм разрушен, второй храм разрушен, там куча неприятностей, вообще страшные неприятностей. Интересно, что войны все начинались в это время, там Первая мировая война, Вторая мировая война, 22 июня, может быть тот год оно тоже было Беном и Царим, то есть и как бы это двигается же в Рести месяце. Вот, хорошо, значит уменьшаем мы в радости, последние, последние 9 дней, вот с 1 Ава по 9 Ава, вообще там полностью нельзя мыться нельзя, и вот мыться нельзя горячей водой, ну, чтобы не получать удовольствие, то есть мы убираем все удовольствия из жизни, и вот у Давида Коста четвертый день ковид, смотрите, вот Давид Кост, он видно, чувствительная душа такая, да, и Раф Зильбер, Зехрано Саддик Левраха, да, вот он был великий праведник, он последние дни вот эти вот в Аве месяце, он иногда даже тоже заболевал, то есть он это реально люди, которые духовно очень чувствительные, они чувствуют эти дни. В общем, в дни Беном и Царим, в эти дни, в этот 21 день не произносят благословение Шейхи Яну, даже в Шаббат, значит, есть такое благословение, которое произносят, когда в жизнь приходит что-то радостное, например, человек, ну, на все праздники произносят Шейхи Яну, что мы дожили, дословно переводится, то есть благословение такое, что благословенный Бог, царь вселенной, Шейхи Яну, что дал нам дожить в Этииману и дал нам устоять в Этияну, и что мы дошли вообще до этого времени, то есть когда происходит что-то радостное, есть такое благословение Шейхи Яну. Теперь его произносят, например, когда человек купил новую одежду, это радостное событие, особенно раньше там покупали костюм раз в несколько лет или шили его вообще, его не покупали, его шили, к этому готовились, эту ткань там собирали. Знаете, раньше, я еще помню те времена, Советский Союз, когда я перешивал, я был подростком, я перешивал там костюмы или там джинсы отца, этого брата, я перешивал сам руками, и нельзя было купить одежду, не было? Так я в 16 лет закончил курсы кроя и шитья, я мастер по шиву брюк был, я сам себе шил в брюте, да, думал, ну, мало ли что в жизни, у меня есть профессия, я брюте могу шить, но потом оказалось, что это не нужно, в Советском Союзе это был дефицит такой, да, а потом оказалось, это не нужно. В общем, в это время не произносят это благословение даже в Шаббат, хотя, казалось бы, Шаббат это вообще другая реальность. Нет, ничего радостного в эти дни не должно происходить. То есть, смотрите, как умно сделано. Шейхьяну говорят на радостное событие. И если в этот день, я верю в то, что у человека все вот отмерено, каждому из нас какое-то количество неприятностей и какое-то количество радостей. То есть, на небе как бы мы создаем своими действиями предпосылку для неприятностей и для радостей. Определенное количество страданий, определенное количество радости. Теперь, как ты это выгребаешь, это уже варианты, есть на это варианты. Например, вот я вчера там бегал по жаре, по солнцу, там я час бегал. Я вам так тяжело. Ноги болят. Все. Я думаю, я выгреб неприятности этого дня полностью. Одной пробежкой я выгреб все неприятности, да. Теперь о радости. Если человек получает много радостей, он как бы свой запас радости он тоже забрал. И все. То есть, понятно, да, идея? Поэтому в эти дни, 21 день Беном и Царим, дни плохие. Значит, лучше взять на себя самому все плохое. В это время нельзя радоваться. У меня нету радости, никаких нету радостей. Плохо. Мне вообще плохо. Вино не пью, там и так далее. Все есть, все запреты этих дней, они построены на том, чтобы уменьшить количество радости и увеличить, но осознанно увеличить количество страдания. В первый день 17-го тамуза это пост. Пост это страдание, ну, реальное страдание. Я сейчас летел из Турции в это время. Без еды, без воды. Сутки, ну, не сутки, с восхода солнца до выхода звезд. И 9-я ава, конец этого цикла, тоже будет пост, однодневный пост, но там даже с вечера мы начинаем поститься. Там с вечера до ночи следующего дня. 25 часов, без еды, без воды. Там вообще скорбь. Даже сидим на полу, плачем, читаем страшные разные тексты. Меделат, эхо, да, читают. Про разрушение храмов. Ну, то есть, именно берешь на себя страдания. Или же есть люди, которые не соблюдают. Да, какая разница, мол, какая разница. Все, не буду. И, значит, бах, в это время, у меня, я вам скажу, очень, у меня есть несколько знакомых, нерелигиозные евреи, нерелигиозные, умерли как раз в это время. С 1-го по 9-го ава они умерли. Да, неожиданно. То есть, вплоть до того, что тот, кто, это самые опасные дни. Хорошо, дальше. Теперь, говорит нам книга, написано в Торе, написано в Торе, что когда Бог сказал, построите передвижно вот этот вот шатер, храм, да, в пустыне, это назывался Скиния, на русский переводят, а на иврите это Мешкан. И Бог сказал в Торе, написано, что построите мне святилище, и я буду обитать среди них, Бетухам. Не в нем я буду обитать, а написано в Торе, построят мне святилище, сделают храм, и я буду обитать в них. То есть, понятно, да, как написано? Значит, что значит в них? В тех, кто построит мне храм. То есть, когда ты построил храм для Всевышнего, то Всевышний поселяется у тебя в сердце. В этом момент я когда-то слышал очень красивое объяснение, что человек становится религиозным не когда Бог делает для него чудеса, а человек становится по-настоящему религиозным, когда он делает чудеса для Бога. То есть, когда ты делаешь что-то для Бога, то в этот момент ты становишься религиозным. Когда Бог делает для тебя чудеса, большинство людей их вообще не замечают. А если замечают, ну типа нормально, а что Бог, Бог же мне должен. Понятно, да, идея? Теперь, когда они сделали ему святилище, все принесли в Айтну литрума, написано, дали они труму. Каждый дал приношение, на эти деньги был построен храм, там все его украшали. Вот тогда Бог сказал, я буду среди них обитать. Теперь, место храма всегда свято, даже во время изгнания и опустошения. И так написано во второй главе Медраша Шмойс-Рабо, сказал Рав-Аха, Медрашим это больше двух тысяч лет, никогда не отходит шхена от западной стены храма. Вот эта стена плача, то что в Израиле, это западная стена, представляете? И никогда от него не отходит божественное присутствие. Опустошение это только здание, все что выше фундамента. А фундамент, он никогда от него святость не отходит. Кстати, интересно, там есть внутри, есть под стеной, есть тоннели такие прорыли. И там есть одна синагога, ее сделали, которой там молятся каббалисты. И теперь я после того, как это прочел, я буду совершенно по-другому, совершенно по-другому буду к этому относиться. Я могу туда, у меня есть один знакомый, который там молится. И я теперь вот после того, что я это прочитал, что написано, что никогда божественное присутствие не отойдет от фундамента. Даже если храма нету, а на фундаменте оно есть. И значит получается, что там надо молиться, там очень сильная молитва. Я знал это, но не понимал почему. А сейчас понимаю. Теперь он пишет, то, что сказано про храм, это точно так же верно в отношении святилища, находящегося лично в каждом из евреев. Но я думаю, что из всех людей. То есть структура одна и та же, просто евреи это народ, который обязан. Народ священников, который обязан это все соблюдать, получил Тору и так далее. Значит, есть святилище, которое находится лично в каждом из евреев. Основа, которая фундамент и остается всегда целой и чистой. Как сказано, я сплю, но сердце мое бодрствует. Так что значит я сплю? Я сплю это не выполняя заповеди. То есть пока еврей не выполняет заповеди Бога, он как будто бы спит, не активированный. Это я всегда шучу, что до обрезания, это как еврей демоверсия, у него не активирован аккаунт, он еще как бы не включенный. А когда он выполняет вот эту первую главную заповедь, брит, союз, обрезание, в этот момент он оп-чхк и включается. Включается. Теперь дальше. Я сплю, не выполняя заповеди. А что значит сердце мое бодрствует? А сердце бодрствует для помощи ближнему. То есть получается, сердце бодрствует, то есть помогая другим людям, ты уже выполняешь какую-то заповедь. Любое духовное опустошение, которое, не дай Бог, произошло, заключается лишь в разрушении того, что над фундаментом. Но само основание, личный храм в сердце, там где душа соединяется с телом, это всегда там есть святость. То есть в сердце у каждого человека есть вот эта вот искра святости. И эта искра святости, даже те, кто не выполняет заповеди, не учат Тору, не верят в Бога, она есть. Но потому что человек, он потому и является человеком, что он связан с Богом. То есть у него есть эта связь. Теперь активируешь ты ее или не активируешь, зависит от изучения Тора, выполнения заповедей и добрых дел. Это то, что вот понятно. Это первая книга, да, все понятно, все как бы четко. Храм разрушался. Когда пришли римляне и разрушили второй храм, то они уже разрушили храм, который был разрушен на небе. Там уже не было божественного присутствия. А почему там не стало божественного присутствия? Толмуд нам говорит, что второй храм был разрушен за беспричинную ненависть друг к другу. И то, что он до сегодня не построен, это причина осталась. То есть люди внутри еврейского народа и в принципе люди, мы видим, нет причины, почему ненавидят друг друга. То есть непонятно, зачем воевать, ради чего. То есть люди начинаются все, это чисто беспричинная ненависть друг к другу. Начинаются войны, начинаются все страшные вещи. А болезни, например, да, это доказано, что ненависть, месть, зависть, все негативные чувства внутри, они человека съедают, сжирают его нервную систему, психосоматика, да. Но это каждый проецирует. Я как-то слышал, что один человек говорит, вот я другого ненавижу лютой ненавистью. Лютой прям, он такое слово использовал, да. Вот что значит лютой ненавистью? А в Мишле царь Соломон нас предупреждал, что зависть от нее гниют кости. То есть когда у человека есть внутри вот эта зависть, ненависть, у него же у самого гниют кости. Ну что это вообще? Бывает, что один человек ненавидит другого. Опять же, мы видим, что есть причинная ненависть. Есть ненависть, когда есть причина. Да, и мы, то что мы учили в Торе уже, это надо помнить, что почему маовитян Бог не уничтожил, а медианитян сказал, их надо уничтожить. Потому что у маовитян была причина воевать с евреями, потому что они боялись, что евреи на них нападут. Ну такая причина себе, да, надуманная. Как шел Дена Крокодил с Чебурашкой, и вдруг Дена Крокодил ударил Чебурашку сильно, тот упал прям. Встает, говорит, Дена, за что? Он говорит, а вдруг ты против меня что-то плохое задумываешь? Это примерно как человек, который нападает на другого, потому что думает, что тот хочет напасть на него. Но тут есть хоть какая-то причина. А беспричинная ненависть, это когда нет причины вообще. Хорошо, значит, с этой книгой понятно. Теперь вторая книга. Вторая книга «Обретение неба на земле» сегодня, она тоже очень дает нам такой прям очень глобальный, можно сказать, совет. Очень глобальный, очень многообъясняющий. Значит, написано здесь так. Все существующее в вашем мире – это ваш Творец и вы. Давайте подумаем. Вот есть мой мир. Мой мир. Давайте я дочитаю, а потом мы разберем, будет понятно. Все, что существует в вашем мире – это ваш Творец, Создатель Бог и вы. В мире вашего ближнего все, что существует – это его Творец и он. И мир его столь же несомненен, как и ваш. То есть каждый живет в своем абсолютно уникальном индивидуальном мире, в котором он смотрит на мир вот сквозь свои глаза. Вот у каждого из нас мы как лошади все зашоренные, да. Мы видим мир вот со своей точки зрения. И весь мир, он как бы расходится из головы. Вот расходится, да. Каждый центр своего мира. Теперь мой мир – это я в центре. Твой мир – ты. Но есть у каждого человека есть он и Творец, которые взаимодействуют. Теперь дальше он пишет. В мире коровы только ее Творец и она. Так и с насекомым, и с растением. Даже со скалой. Каждое сознание образует мир. И каждый мир верен. Я не могу сказать, что ты неправильно думаешь. Потому что, что значит ты неправильно думаешь? С моей точки зрения, ты думаешь неправильно. А как правильно? Вот смотрите, например, вот эта штука. Она какая? Круглая? Вот вы видите, что она круглая, да? Вы ее видите именно вот так. С какого ракурса? Вот она круглая. Правильно? А я ее вижу вот с такого ракурса. Она вот такая. Она вообще не круглая. Она вот такая. Теперь что получается? Я же не могу сказать, что да ты не прав, она не круглая. Она круглая. То есть в твоем мире она такая. В моем мире она такая. Понятно. Теперь каждое осознание образует мир. И каждый мир верен, истинен. То есть у каждого его мир, то, как он его видит. Это для него истина. Мы не можем сказать, что то, что ты говоришь, это не истина. Или то, как ты видишь, то, как ты думаешь. Для него это истина. Для меня мое истина. Понятно. Осознание этого факта также является частью вашего мира. Осознание того, что в мире других вы только помощник, передатчик, с помощью которого они связываются с Богом. И теперь вы знаете, как войти в их мир. То есть представьте теперь ситуацию. Вот сидит человек в его мире. У него нет Бога. То есть он говорит так, секундочку. Вот мир заканчивается, я верю в то, что я вижу. Вот, значит, мой мир, это эта комната, потому что я больше ничего не вижу. А откуда ты пришел? Атеист, он думает, я развитая инфузория туфелька. Все. Вот это его как бы мир. Сзади инфузория туфелька. Спереди стены комнаты. Все. Он видит, верит в то, что видит. Теперь, если я религиозный человек, например, я думаю так. Так, мой мир, это Всевышний, который находится за пределами материи и за пределами всего. И, в принципе, та картинка, которую я вижу, это всего лишь отражение Всевышнего. Мне показывает Всевышний какую-то картинку. То есть Всевышний за этой стеной, Всевышний за этим компьютером, Всевышний за каждым человеком, Всевышний, о, это творец и хозяин мироздания. О, это уже мое восприятие. Откуда я пришел? Я вообще не смотрю в инфузорию туфельку. Мне это вообще не важно. Я пришел, эта душа вошла в яйцеклетку. И, значит, я эта душа. То есть я, как я, я пришел в этот мир. Значит, в момент, когда душа моя, даже когда я вышел на этот свет, да, через 9 месяцев из живота матери, это как раз появился я. А раньше что было? А раньше был Всевышний, а дальше что будет? И дальше будет Всевышний. То есть, оп, у меня совсем другая модель мира. Теперь встречается религиозный человек и нерелигиозный. Вот тут очень важная вещь. Когда вы понимаете, что он находится в своем мире, и Всевышний с ним взаимодействует, как вы входите в его мир? Вы можете войти в его мир просто как вломиться и сказать, слышишь, ты вообще, ну, ограниченный тип, там, атеист, да, ты ограниченный вообще человек, ну, ты вообще тупой, как ты веришь, что ты обезьяна? Или ты можешь войти как посланец Бога. Ты как бы, ты в такой, в очень интересном позиции. Ты понимаешь, что Всевышний с ним разговаривает, и он тебя сейчас привел в его мир. И он через тебя сейчас с ним разговаривает. То есть, ты передача их воли Всевышнего, которая заходит в его мир. И в этот момент совершенно другой подход. То есть, тот взгляд, которым ты смотришь на себя, его определяешь только ты. Только каждый человек внутри, он себе описывает какой-то мир. Он себя описывает какими-то описаниями. Он дает себе названия. Кто-то себя всерьез, о, дурак, какой же я дурак. А кто-то говорит, вообще я гений, вообще красавчик, гений я и так далее. То есть, каждый человек живет в своей истории. Эта история о мире, о себе, о присутствии Бога в его жизни определяется, опять же, только одним выбором человека. И когда ты взаимодействуешь с другими людьми, когда ты понимаешь, что он живет в своем кино, его кино вообще отличается от твоего кино, да, от твоего кино отличается. И когда ты понимаешь, что ты входишь не в реальность, то есть, ты входишь в его кино, в его мирок, в его мир, в его иллюзию. И когда ты в нее входишь, сохраняя вот это ощущение, что просто ты в своем кино, а он в своем кино. И ты посланец, если ты религиозный, ты посланец Бога, который ему передает сейчас какое-то послание, то это вообще очень интересная жизнь наступает. В общем, дальше он пишет, где находится центр вселенной, задает он вопрос. И отвечает, каждый центр целого мира, каждый центр вселенной, то есть, каждый центр своей вселенной, и в этой вселенной, в которой живет каждый из нас, центром является он. А все живут в мире иллюзий, не только эгоисты, альтруисты, эгоисты, религиозные, пацифисты. Каждый живет в своем кино. Но, кофе уже не только он, но и оно, да. Уже и она, уже феминисты, они возмущаются, почему кофе это он, что за несправедливость такая, да. Кофе она, говорят феминисты, или оно, пускай будет. Я думаю, что наверняка уже есть какие-то борцы за права кофе, которые возмущаются тем, что кофе так дискриминировали, и оно не может быть тем, тем, кем оно хочет быть, да. Значит, книга, вот ссылочка внизу, вот видите, смотрите, HTTPS, видите, закреплено сообщение. Нажимайте, каждый урок внизу есть сообщение. Вот видите, t.me.vaykra3620. И вы нажимаете, когда на эту ссылочку, то вам открывается Телеграм. И в Телеграме есть наша группа, в которой есть потом уроки Торы, и в которой можно скачать книжку, по которой мы занимаемся. Очень интересно. Все, и коротко по недельной главе. Значит, недельная глава продолжается. И сегодня, в сегодняшнем отрывке, Бог говорит Моше Рабейну, как разделить добычу, которую взяли, победив в войне, победив в войне с медианитянами. Значит, Бог сказал, что медианитяне, которые хотели без причины уничтожить еврести народ, их надо уничтожить. Значит, мера за меру. И еврейский народ, 12 тысяч человек, пошли на войну и победили. И убили всех мужчин, всех зачинщиков, всех женщин, которые заставляли служить идолам. И захватили добычу. И вот здесь сейчас рассказывается, как делить добычу. Очень интересно. Значит, как делить добычу. Оказалось, что воины, войска, 12 тысяч человек, которые пошли на войну и которые воевали, добычу захватили огромную. Скота только, знаете, сколько было скота? Значит, скота было... Сейчас, я... Мелкого скота, мелкого скота, это овцы, козы. 675 тысяч. 675 тысяч было мелкого рогатого скота. Значит, как разделить? Войско могло сказать, мы воевали, мы захватили. Значит, все. Но... Бог сказал Машарабейну не так. Он сказал, пополам раздели добытое между воинами, ходившими с войском и между всей общиной. Вот очень часто в семье, например, или в бизнесе непонятно, что важнее, продукт или продажи. Да? Те, кто делают продукт, скажут, ну, слушайте, без продукта что продавать? А те, кто продают, говорят, послушайте, если бы мы не продавали, вы бы сидели со своим продуктом и все. То есть здесь мы видим, что тыл, да, народ Израиля, в заслугу которого Всевышний дает победу, войску, он получает половину и войско получает половину. То есть все пополам. Дальше. Дальше. Из половины, которую дали, например, сынам Израиля, одна пятидесятая часть, два процента, два процента передай левитам. Левиты – это священники, которые, которые охраняли мешкан Бога. Охраняли мешкан Бога. То есть получается, есть священники, они получают два процента. Здесь, да? Значит, и так и сделали. То есть что мы отсюда видим? Дальше идет конкретно, что делили, сколько там всего было этой добычи. Но мы видим отсюда очень понятный принцип. От чего зависит успех? Успех зависит всегда от двух факторов. От твоего духовного уровня, от того, насколько у тебя готов тыл, и от того, насколько ты готов воевать, чтобы этот успех получить. То есть есть какая-то некая цель, надо к ней подготовиться, надо сделать действия, и успех зависит от того, насколько ты, значит, связан со Всевышним. Теперь, как раз мы вчера встречались с Яковом Шатадиным, и он говорит, что ИЦКАК, у нас сейчас мы делаем очень много деятельности в АИКР, но люди даже уже много времени не получали зарплату из-за того, что война, тех спонсоров, кто давали, многие перестали давать деньги, и просто люди сейчас, те, кто обеспечивает, чтобы были работы, чтобы сайт работал, чтобы все работало, даже они не могут получить зарплату. И лекторы, естественно, тоже, большинство лекторов, которые преподают, они, кто-то имеет работу, кто-то не имеет работу, поэтому мне кажется, что очень важно свою связь со Всевышним в жизни, которая у вас есть. Если вы большую часть времени работаете и живете обычной такой жизнью, не полностью, вы не левиты, не святые, это эти люди, которые только занимаются торой и служением Богу, то очень важно поддерживать эту связь. Хотя бы, вот тут написано, 2% выделяю, но в принципе это с войны 2%, а с обычной жизни 10% Маасер нужно давать на божественные дела. Поэтому я вам очень советую, если вам нравится то, что делает Ваикра, и вы хотите быть партнерами в распространении Торы, в приближении к Богу людей и евреев к выполнению заповедей, то, значит, пожалуйста, тоже обратите внимание, под каждым уроком есть ссылочка помочь уроку, 50% идет на продвижение уроков, на саму систему, 50% идет преподавателю. Некоторые преподаватели, которые работают, как я, например, то все 100% идет на развитие портала, на развитие системы Ваикра, платформы. Все, друзья, удачи, успехов, чтобы Всевышний в заслугу того, что вы делаете, хорошего, доброго и того, что угодно Всевышнему, чтобы он выполнил ваши молитвы. Это очень важный принцип, что ты делаешь что-то для Всевышнего, потом ты просишь, Всевышний делает для тебя. Если ты ничего не делаешь для Всевышнего, Всевышний тоже для тебя делает, но этот мир очень такой, он уравновешенный, поэтому, если вы хотите увеличить предпосылку, чтобы Всевышний больше вам помогал, то очень хорошо помогать Всевышнему, вернее, помогать людям приближаться к Всевышнему. Этим вы выражаете свою любовь к Богу. Все, удачи, успехов, выздоровления, благополучия, мира в доме, мира в душе и мира во всем мире, чтобы наконец-то закончилась война, потому что, ну, уже хватит, уже все, кто надо, испугался, все, кто надо, вернулись к Богу. Если кто-то не вернулся, может быть, сейчас вот как раз разошлите урок, скажите, вернитесь к Богу, война закончится. Это очень важно. То есть, все войны, они именно из-за того, что люди отошли от Всевышнего и во время войны все понимают. Молиться начинают все. Атеисты, там, антирелигиозные, в момент, когда пришла опасность, начинают молиться все. Так, давайте просто молиться без опасности. Все, счастливо, всем хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok